Воскресенье 22 июня в лучшем кинозале Полоцка, доме Красной Армии, показывали фильм «Фронтовые подруги». Среди зрителей артиллеристы 390-го гаубичного полка. 22-летний красноармеец Александр Лившиц в кино не пошел. Фильм он видел и не раз. Когда закончился сеанс, выскочили оттуда ребята и хохочут, орут. Я туда. Что случилось? Ты что, не знаешь, объявили войну. Большего счастья в жизни я не помню, как все наши. Потому что война – это значит, что мы идем на запад. Мы к замполиту. Почему не идем? Говорят, Будену уже занял Варшаву. Ворошилов подходит к Берлину. Успеете. Это фрагмент интервью сценариста всем известных фильмов «Пять вечеров и осенний марафон» драматурга Александра Володина. Такой литературный псевдоним избрал для себя бывший красноармеец Александр Лившиц. Тогда, в первые дни войны, тысячи таких солдат оказались, пожалуй, на самом трудном участке фронта. Попали под каток немецкой военной машины. Но именно эти бойцы превратили Полоцкий укрепрайон в настоящий волнолом для наступавших немцев. Как это было? И почему подвиг сродни обороне Брестской крепости был забыт, незаслуженно и надолго? Уже через несколько дней настроения резко изменились. Стало понятно. До Варшавы и Берлина далеко, а линия фронта движется не на запад, как думали молодые артиллеристы, а на восток. Из воспоминаний дивизионного инженера Венедикта Иванова. Через Полоцк проходила масса людей, босиком и обутая, шинелью и бизоной, с противогазом и без него. Почти все, как правило, без документов. Узнать что-либо невозможно. Солдаты отвечают, что всех разбили. Один лишь я остался. Положение Полоцка оказалось незавидным. Стратегическое значение имел не столько сам город, сколько переправы через западную двину, которые открывали немецким войскам путь к Смоленску и Москве. В Полоцке дислоцировались две дивизии. Но накануне войны они получили приказ отправиться на запад на подмогу к приграничным частям. В городе осталось несколько подразделений 17-й стрелковой дивизии, среди которых 390-й артиллерийский полк под командованием Григория Колоклова. 22 июня, узнав о начале Великой Отечественной войны, он открыл сейф, достал пакет и привел в действие план по переводу в мобилизационную готовность полка. Главным рубежом обороны города должен был стать Полоцкий укрепленный район, так называемой «Илинии Сталина». Это более 260 оборонительных сооружений, пулеметных дотов и противотанковых огневых точек. Так, создавались эти укрепления еще в 1927-м для защиты от возможного нападения поляков. Тогда граница проходила совсем рядом с Полоцком. В 1939-м, когда Западная Беларусь вошла в состав БССР, линию укреплений на старой границе законсервировали, ведь она оказалась далеко от нового рубежа. Раз в неделю расчет объезжал доты и проверял, как они в каком состоянии. Ну, в основном это сводилось к проверке наличия печатей на дверях. Но все вооружение, оборудование от пулеметов и перископов, заканчивая огневыми карточками для стрельбы пулеметов, были сданы на склады и там хранились и ждали своего часа. Стрельба из пулеметной установки требует особых навыков. Пулемет установлен на поворотной балке станка неподвижно. На амбразуре специальная заслонка, так что свет внутрь не проникает. И в этой темноте один человек должен качать насос системы охлаждения пулеметов, а двое крутить вентиляторы воздухопритока и отвода пороховых газов. Еще один пулеметчик с ручным Дегтяревым прикрывает вход в дот от непрошенных гостей. По штату в каждом пулеметном доте должны находиться 10-12 бойцов. Но в конце июня полоцкие доты были пусты. Ни бойцов, ни вооружения. Начало Великой Отечественной войны привело в действие мобилизационный план 1941 года. Поэтому то событие, которое происходило здесь, они носили плановый характер. Несмотря на то, что официально мобилизация была объявлена с 23 июня, уже 22 июня ряд палачан получили такие повестки и убыли в своей части. Причем здесь надо четко понимать, что мобилизации подлежали те граждане, которые уже проходили службу в рядах Красной Армии или флота и имели военноучетную специальность. На крутых берегах реки Ушача занял позиции артиллерийский полк майора Колоколова, в котором и служил будущий драматург Александр Володин. Бойцы открыли огонь по немецкой колонне 27 июня. Из воспоминаний командира 390-го артиллерийского полка Григория Колоколова. Трудно сказать, кому тогда из немцев удалось благополучно унести ноги. «Уцелевшие от нашего артиллерийского огня небольшие группы немцев были настолько перепуганы, что без всякого сопротивления сдавались в плен». Это был передовой отряд немецких войск. Видимо, враг не предполагал в этом районе сильных укреплений. Вот и не рассчитывал на серьезное сопротивление под Полоцком. В тот же день, 27 июня, в Полоцк, с Урала, прибыли первые эшелоны 174-й стрелковой дивизии комбрига Алексея Зыгина. Именно ему армейское руководство поручило организовать и возглавить оборону города. Зыгин был кадровым военным, с хорошей военной школой. Это был человек, беспредельно преданный своей родине. Вот несмотря на то, что он испытал на себе репрессии, а он находился под следствием с 1938 по конец 1939 года, тем не менее, это был пламенный патриот своей родины. Это с одной стороны. С другой стороны, это был высокопрофессиональный военный. Зыгин получил приказ занять оборону на отрезке фронта протяженностью около 70 километров. Ему предстояло сделать почти невозможное. За несколько дней подготовиться к обороне Полоцка. Укомплектовать доты, наладить связь, разработать план обороны. Среди бойцов, которые в те дни оказались на передовой, был Михаил Скрябин. Нас привели в Полоцкий укрепрайон. Там дизел 25-й пулеметный батальон. Это дота, долговременные огневые точки. Из бетона толщина там до метра. Другие уязвимые части больше метра толщиной стена. Привезли нам пулеметы станковые. Турели там стояли. Мы их смонтировали. Мы никогда учебных стрельб не делали, чтобы не обнаружить дот как таковой. Они замаскированы, заросли. И вот только при амбразуре угол для поражения, для стрельбы, он чист. Согласно требованиям боевого устава 30-х годов, на стрелковую дивизию отводилось 8-12 километров фронта. Зыгин же получил приказ занять оборону на отрезке фронта протяженностью 70 километров. По приказу Зыгина в кратчайшие сроки со складов было поставлено вооружение, укомплектованы гарнизоны дотов, установлены минные поля, подготовлены противотанковые и противопехотные заграждения, налажена связь, вырыты окопы и траншеи. Защитники Полоцка были готовы дать бой врагу. 3 июля немецкая моторизованная дивизия готовилась к наступлению на Полоцк. У деревни Латышки, реку Ушача, переплыли три немецких разведчика. Дот они не заметили, он был хорошо замаскирован. В этом доте гарнизоном стояли москвичи. Прибыли они согласно мобилизационного плана, переодеть их еще не успели и даже постричь не успели. И вот однажды утром из-за реки переправилась немецкая разведка. Утро идут по деревенской улице навстречу им товарищей. В ватнике, в уфайке. Они ему хальт. Кто такой? Кепку снимает, он с волосами. С волосами значит не красноармеец. Красноармейцы стригли наголо. Спрашивают, русские есть? Он говорит, нет. Они пошли дальше. Он огородами и к дотам. Выяснив, что в деревне красноармейцев нет, немцы подожгли крайний дом. Это был условный сигнал. Путь свободен. Началась переправа. Вышли они за деревню и напоролись на огонь пулеметов. Расстояние там как раз метров 400. Самое действенное расстояние для пулеметов Максим. И немцы понесли большие потери. Несмотря на настойчивые попытки прорваться, им это не удалось. На следующий день, 4 июля, в Латышки переправилась большая группа немцев. Что было дальше, позже вспоминал житель деревни Дмитрий Толочка. Войдя в деревню, немецкие солдаты согнали всех жителей. Отделив мужчин призывного возраста, погнали их к реке. Неожиданно раздалась команда, и они открыли огонь по мужикам. Среди них был и мой отец. Он успел нырнуть в воду и уплыть. Здесь остальные 28 человек были убиты. Из рассказа того же Толочка, когда местное население женщин, стариков, детей загнали в этот хлев, чтобы они не выбежали, на входе поставили пулемет. В этот критический момент советские стрелки открыли огонь. Немцы пытались взять дот за деревней, но бойцы Зыгина перешли в контратаку. Гитлеровцы понесли серьезные потери и вынуждены были отступить. Утром 5 июля началось наступление немцев у Дисны. На этом направлении переправа через западную Двину сулила выход танковых подразделений в тыл Полоцкого оборонительного района. Гитлеровцы атаковали двумя группами. Сражение продолжалось несколько часов. Зыгин знал, у него недостаточно сил, чтобы держать оборону по всей линии фронта. И еще до начала немецких атак нашел решение. Он создал активную, или как ее еще называли, ударную группу. Это подразделение могло на автомобилях быстро перемещаться в любую точку, чтобы дать понять немцам, этот участок фронта надежно защищен. Из журнала боевых действий 3-й танковой группы «Вермахт». Командование противника демонстрирует совершенно иные качества, нежели ранее. Оно энергично, деятельно и целеустремленно. В высшей степени умело, как в обороне, так и в непрерывных контратаках. Поздно вечером 6 июля последовала новая мощная контратака, которая заставила отступить целую танковую дивизию противника. События приобрели неожиданный для немцев оборот. Между командирами дивизии 3-й танковой группы генерала Готта даже возникли разногласия относительно плана дальнейшего наступления. Очередную попытку решить полоцкую проблему с Диснинского плацдарма Герман Готт предпринял 9 июля. В этот день 19-я танковая дивизия все же смогла преодолеть сопротивление боевой группы «Зыгина» и оказалась на подступах к Полоцку. Но здесь дивизия наткнулась на «Доты», которые к этому моменту уже были полностью укомплектованы и готовы к бою. Бегут немцы, там атакуют, чтобы пройти мимо «Дота». Вот я докладываю командиру, командир докладывает туда, тот говорит, да, нас атакуют, держитесь сейчас максимально, смотрите, не провороните, открывайте по первому поводу, если появится, открывайте огонь, не жалейте патронов. Наступление немцев остановилось. Из дневника командующего группой армии «Центр» Федора фон Бока. Утром разговаривал со Штраусом, который намеревается крупными силами атаковать Полоцк. Я высказался против этого. Если Полоцк не удастся взять сходу, его следует окружить пехотными частями и штурмовать «Дот» за «Дотом», «Дом» за «Домом», предоставив возможность танковым и моторизованным частям двигаться мимо него в восточном направлении. Не добившись успеха сходу, немецкое командование решило применить так называемые «штуки», пикирующие бомбардировщики «Юнкерс Ю-87», издававшие жуткий вой. Эти самолеты и обрушились на советские позиции. Из воспоминаний участника обороны «Дота-205» Ивана Савельева. Первые бомбы упали рядом с «Дотом» и сорвали всю маскировку. Он стал похож на огромный человеческий череп. После второй атаки, когда рядом с нами упала бомб «Пять», «Дот» зашатался. Внутри все перемешалось. Мы были оглушены. Некоторые после ударов о бетонные стены долго не приходили в сознание. При стрельбе в «Доте» из пулемета человек даже не воспринимал это как шум, а он воспринимал просто как давление. В санктутом объеме просто создавалось такое давление равномерное на барабанные перепонки, на грудь, на все стиснутое. Плюс, когда стреляют по «Доту», ощущения, конечно, для гарнизона были ужасные, потому что удар снаряда в бетонную стену он тоже вызывал дискомфорт, назовем так это. Но, несмотря ни на что, «Доты» оборону держали. По свидетельству очевидцев, местность у «Дота» была усеяна трупами немецких солдат. Ощутимые потери понесли немцы и в технике. За время боев здесь, под городом Полоцком, дивизия уничтожила 35 танков. Это достаточно много. Если учесть доклад командира 19-й танковой дивизии о том, что с 22 июня по 3 июля он потерял практически 50% боевых машин, потери дополнительно 35 танков – это достаточно ощутимый урон для них. Генерал Готт, один из лучших генералов Третьего рейха, не мог одолеть советского комбрига. Из-за этого под угрозой оказались стратегические цели всей военной кампании. Немцам нужно было как можно скорее преодолеть западную двину и выйти к Смоленску. Промедление непростительно. Несмотря на серьезные потери, Готт бросил в бой одну танковую и две моторизованные дивизии в направлении городка. Превосходство немцев в силе было подавляющим. Красноармейцы контратаковали, но безуспешно. К 11 июля немцы заняли Уллу, городок Витебск. Однако защитники Полоцка продолжали держать оборону. 13 июля на 10-й день обороны Полоцка комбриг Зыгин доложил в штаб корпуса. Обстановка прежняя. Части находятся по западной двине, скованы боем. От трех батальонов Китаева осталось полторы роты. Батальон Китаева – это та самая подвижная группа Зыгин. Но даже при таких потерях она продолжала выполнять свою задачу. Утром 15 июля немцы предприняли решающую попытку прорвать линию обороны Полоцкого укрепрайона с юга у деревни Гомель. Тяжелая артиллерия расстреливала доты целый час. Из воспоминаний военного врача 6-й пехотной дивизии Генриха Хаапе вызывает удивление факт, что русские сооружения продолжают стоять в этом огне. Когда артиллерия переносила огонь в глубину, они вновь оживали и косили пулеметным огнем нашу пехоту. В бою за предполье немецкая пехота столкнулась с героизмом неизвестного советского пулеметчика, который, заняв удобную позицию, расстреливал их из ручного пулемета Дегтярева. Немцы окружили эту высоту и однократно предлагали сдаться. В ответ – пулеметные очереди. Потеряв более 20 человек убитыми и ранеными, и одного офицера, немцы пошли в решительную атаку. Они забрасывали его гранатами и не могли попасть. Они вели по нему огонь и не могли его убить. Закончилось дело все тем, что он расстрелял все патроны и застрелился из револьвера. Немцы разработали особую тактику уничтожения ДОТов. Ценой больших потерь к ним прорывались огнеметчики, забирались на крышу, вставляли сопла огнемета в отверстия для отвода пороховых газов и открывали огонь. Внутри ДОТа выгорало все. На 11-й день боев командование 6-го немецкого корпуса отчиталось. Уничтожено 32 ДОТа. На южном участке оборона русских прорвано. Когда мы 16-го июля получили приказ забрать вооружение, забрать патроны, ленты, сколько можно, остальное закопать и двигаться на соединение, указан был лес, куда мы и двинули. 16-го июля немцы вышли к Полоцку. В 13-34 в городе прогремели мощные взрывы. Это советские саперы взорвали мосты через западную двину, чем фактически обесценили для немцев захват города. Не дали противнику мгновенно переправиться через уже готовые железнодорожные автомобильные мосты. И противник вынужден был экспромтом настраивать свои мосты. Понятно, что это уже влекло потерю времени, а время было на вес золотом. Полоцк пылал в пожарах. Центральная часть города лежала в руинах. 174-я стрелковая дивизия отходила к Великим Лукам. Отходила организованно. 14-го июля немецкие танки захватили Небель. 11-го июля закончились бои за Витебск. Начались бои Смоленского сражения. И войска Полоцкого боевого участка оказались в глубоком полуокружении. У Зыгина оставалось чуть более 200 орудий. Спасая людей и тяжелую технику, военный совет 22-й армии отдал распоряжение комбрегу Зыгину об отводе войск в сторону Небеля Великих Лук. А в полоцких дотах еще оставались бойцы. Они продолжали держать оборону. Для многих доты стали бетонными гробницами. 21-го июля случилось почти невероятное. Стрелковая дивизия и другие подразделения Зыгина в результате тяжелой ночной атаки прорвали кольцо окружения и вышли в тыл танковой дивизии немцев. Это стало полной неожиданностью для гитлеровцев. Теперь угроза окружения нависла над ними. По этой причине танковые части «Панцерваффе» вынуждены были отойти от Великих Лук. В первую ночь прорвалась часть дивизии. Вышли, доложили командованию. Было принято решение нанести деблокирующий удар. Из вышедших частей был создан ударный отряд. И он способствовал прорыву. Его основных сил 186-й и 174-й стрелковых дивизий на следующие сутки. Этим людям я буду кланяться, пока я жив, всю жизнь тем командирам 41-го года, которые нас освободили из окружения. Молодцы! Это настоящие отцы. Они как к своим детям обращались с нами. За умелое руководство обороной Полуцкого боевого участка, личное мужество и храбрость комбрига Зыгина в июле 41-го наградили орденом Ленина. Ему присвоили звание генерал-майор. Полуцк был важным транспортным узлом, захват которого значительно облегчал бы снабжение немецких дивизий. Как знать, насколько эффективным могло бы быть Смоленское сражение, если бы не стойкости героизм защитников Полоцка, которым удавалось 20 дней сдерживать натиск вражеских дивизий? Почему о героической обороне Полоцка известно не так широко, как, например, о защите Брестской крепости? В 1943 году на Октябрьском торжественном собрании, посвященном очередной годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, руководитель белорусских коммунистов Матильмон Кондратьевич Пономаренко в числе героических защитников отмечал Полоцк. После войны Полоцк исчез. Наверное, надо задать вопрос еще и так. Почему и сейчас Полоцк остается вне поля зрения профессиональных историков? Почему дивизия, которая грамотно сражалась в Полоцком укрепленном районе, ее опыт не изучит? Возможно, это связано с тем, что в октябре 1941-го под Вязьмой попал в плен генерал Ершаков, командующий 22-й армией, в состав которой входила дивизия Зыгина. А плен в те времена рассматривался как предательство. Но какое это имело отношение к тысячам советских солдат и офицеров, которые героически обороняли Полоцк? Справедливость восторжествовала только в 21-м веке. В августе 2009 года указом президента Белоруссии город Полоцк наградили вымпелом за мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны. Появилась в Полоцке и улица имени комбрига Алексея Зыгина. Установлена мемориальная доска, рассказывающая о подвиге его солдат. Но точку в этой истории ставить, пожалуй, рано. По крайней мере, до тех пор, пока не будут восстановлены имена всех защитников города. Товарищ генерал, вот добровольцы, 22 гвардейца и их командир, построенный по-вашему, а вставить воню. Значит, вы, ребята, пойдете впереди. Все сдали документы и сдали медали. К бою готовы, можно сказать. Видали укрепления, в бинокли видали. Без моста, ребята, нам город не взять. Этот город называется Полоцк. Он войною на две части расколот. Он расколот на две части рекою, Полной тихого лесного покоя. Словно старец, он велик и спокоен, Со своих на мир глядит колоколем. К югу узкие поля убегают, Белорусская земля дорогая.